Спасибо за столь интересное интервью с игроком команды Force. Это был Fleet. И если уж так говорить про команды, если вглядеться в эти логотипы, то мы получим, по-моему, самое СНГ-шное сражение «Медведи против богатырей». Такое встречалось довольно часто, потому что у команд 36 сыгранных карт друг с другом. Друзья, мы возвращаемся в студию CSRU Hub. И, конечно же, у нас новые лица интересные, которые были у нас на кастерах. Друзья, всем привет. С вами Sleep Sunwild, с вами Крэгги. Ребята, у нас 2-0 матча начинаются. Как вы думаете, какие сегодня, возможно, фокусы покажет одна и вторая команда? Потому что есть среди них аутсайдеры и фавориты. Ну, не такие уж новые. Мы тут просто пересели, грубо говоря. Здесь вы новые. Новые и старые лица, если вкратце. Друзья, посмотрите, старое и молодое лицо. Посмотрите, какой прекрасный видущик. И подводки про богатыре и медведя. Сразу видно, вот человек рожден был для того, чтобы вести эфиры. Да, здравствуйте, друзья, еще раз. Да, слушай, наконец-то, на самом деле, классное противостояние. Форс против команды Virtus.pro. Я не знаю, если в первом матче мы не увидели три карты, ну здесь точно же три карты увидим. Ну как этот матч будет нас с вами отпускать без трех карт? Я думаю, вообще не должно быть такого. Ну, близко к правде, на самом деле. Форза, судя по всему, прям очень сильно подтянули форму с молодыми игроками. И у них, походу, реально прям, ну, кайфно получается катать вообще-то на швейцарке на этой, потому что это действительно команда 2-0. А от форзов я, может быть, ожидал вот, ну не 2-0. Чуть пониже, наверное, да? Чуть-чуть вот на одно поражение. 2-1. 2-0 с половиной, типа. Да-да-да. Вот типа вот то, что вот Олег сказал. А получается, как получается. Соответственно, это означает, что мы должны принять просто во внимание, что, наверное, они все-таки сильнее, чем, допустим, мне бы казалось. Вот изначально, да, когда Майнстадия начиналась. По поводу команды Virtus.pro, из того, что мы увидели с последнего несовершившегося матча по ВВП, что-то там какие-то вот есть неполадки. Судьба их спасла. В этот раз не спасет. Ты думаешь, что все-таки форс накажет за возможные ошибки от команды Virtus.pro? Посмотрят, где были слабые места и будут на эти болевые точки давить. Но смотри, смотри как. Трайденты наказали. Как бы хотя кто... Были на пути к наказанию. Да-да-да. Не, наказали на атаки, как бы на верпасе они наказали. Там не то, что путь, там все. Габелла как бы первую половину за Трайдентами была бы. И может быть и вся карта тем более. А форзы явно коллектив в аналитическом варианте немножко поинтереснее, чем команда Трайдент. Потому что там целый штат есть, который может об этом всем подумать. Так что да, форзы обязаны наказать команду Virtus.pro. Но в ВП было время для того, чтобы понять. О, а нас тут что-то Трайденты чуть не переиграли. Что такое, надо что-то делать. Вот это история. Не знаю, всегда когда мы с Женей в аналитике стоим, так получается, что мы с ним одного мнения. Потому что здесь я тоже думал, сейчас приду, сяду, ну, как бы встану сюда и скажу, что в моем понимании здесь форзы фавориты. И ты же правильно понимаю твой посыл, что здесь форзы, грубо говоря, должны побеждать в этом матче? Ну, прямо не вот фавориты-фавориты, но сильнее, чем многие бы подумали бы в конкретном матчапе против ВП сейчас. Вот в данном случае, в этом матчапе сегодня. В смысле, понимаете, это не месяц назад, а сейчас. Ребята, у нас исторически между командами сложились, по сути, только пять карт, которые, я вижу, за последнее время у этих коллективов. Мираж даст троин, иногда оверпасс. Наскакивает. Будут ли изменения, по вашему мнению, или все пойдут по тем же самым... У нас СНГ, СНГ, РМР, Торнир, даст Мираж, Мираж даст. Просто вообще, не думая, у нас вот эти две команды, они из тех команд, которые играют вот это, понимаешь, да? То есть это сразу, это просто сходу. И ВП уже не пикает оверпасс. Да, оверпасс был, кстати, играбелен между командами, вот я вижу, два раза. Три раза. Три раза, дважды, четыре раза. И у них по оверпассу 2-2. Такая пока спорная карта для коллективов, но мы видим стандартное, даст Мираж и на Десайдер. Ох ты. Оверпасс? Нет, нет, нет. Оверпасс будет шоком. Нет, не оверпасс, потому что ВП должно быть страшно. Ну, это чисто СНГ. А я думал между Инферно и Трейном, и если не Трейн, значит Инферно. В смысле, я уже просто вижу, и получается, ну, видимо, так и получается. Кстати, вообще, в целом, форзы забанили оверпассу, но мне кажется, они этим сделали скидку команде ВП, если честно. Ну, давай подумаем, что вчерашний день был просто недоразумением для команды Virtus.pro. И в целом... Нет, не был. Не был. Ладно, тогда не подумаем. Вот смотрите, если мы вспомним матч с командой К-23, там две карты были 16-10. И да, в ВП набирали свое преимущество, но потом отдавали какую-то серию крупного раунда в команде К-23. То есть проблемы явно есть. Если мы считали, может быть, еще месяц назад, что ВП это чуть ли не топ-3 СНГ, может быть, даже топ-2, пока Нави обратно не показали свою форму, то сейчас явно у них есть вот те самые проблемы с командой К-23, которые сейчас плюс-минус... Ну, вчерашний матч был показательный, ну, прям... Мое уважение. Но что было с Трайдентами на этом оверпассе, я что-то даже стесняюсь у вас спросить. Не, атака, ну, я же комментировал, атака очень приятная. Они прямо в офтайминге Virtus.pro попадали, ВП абсолютно не могли с этим ничего поделать. Они хотели, но не могли. И обидно именно то, что там выключился свет, потому что на атаке плюс там кусочек второй половины Трайденты выжгли бы первую карту у ВПа. Вряд ли бы в серию, наверное, нет, но первую карту – да. И я еще раз просто повторюсь, форзы сделали скидку сейчас команде ВП, они такие, ладно, от греха подальше сами оверпасс уберем. Но дело в том, что, походу, для ВП это тоже плюс, потому что последний хуверпасс вот этот вот, да, вот так вот как-то что-то катался там, кое-как он катался на трех колесах из четырех. Так что, ну, все карты напострелять, получается. Инферно больше наподумать, потому что... Ну, карта такая, а первые две – это напострелять, да. Ну, и то, относительно наподумать, там, не могу сказать, что ты включишь, там, голову и переиграешь своих оппонентов на Инферно, как ни крути. Это три дефолтные карты, да, которые мы привыкли видеть, и тот самый твой замечательный предикт на РМР матче с самыми дефолтными картами даст мираж Инферно, мы примерно сейчас увидим. Ну, даст мираж. Я думаю, что что-то похоже на 2-1 и на победу команды Форс на Инферно выглядит прям очень правдоподобно, в моем понимании. Кстати, я пока вижу изнижение, пока еще есть время, я вклинюсь со своим комментарием по этому поводу. Скорее всего, вот эта форма команды Форс, БГТ-3, которую мы сейчас видим, она обусловлена тем, что сейчас Форзы играют очень много официальных матчей. На разных лигах они везде выступают, в отличие от команды Virtus.pro, которые, вот я смотрю просто по их матчам, К-23, это РМР, до этого были ребята из команд G2, Spirit, Na'Vi, Face, Hava, то есть где-то более-менее топовые турниры, которые проходят не так часто. Как вы думаете, помогает ли или высасывает силы вот эта вот постоянная игра в официалках, где Толя Яшин постоянно свои команды кидает везде, чтобы они только набирали форму и пытались сыграться? Не высосет ли это к РМРову силы? Да это, ну, тренировка, по сути. Давай так, вот у тебя вопрос прям ребром поставлен, и как будто бы на него есть вот только один ответ — высосет, типа, или не высосет. А на самом деле, если все в меру делать, то не высосет сила. А если они пере-пере-пере вот официалок переиграли, то высосет. Из того, что ты описал, ну, просто так получается, потому что тренировки в меру — это очень хорошая штука, чтобы держать себя в форме, собственно, ну, получается, что так. Так что тут надо надеяться на то, что, в принципе, Форзы как бы в форме, в смысле, на пике формы сейчас находится. Так что я предположу, что, допустим, ну, не высосет. Тогда предикт на первую, возможно, серию. У нас, ну, 2-1 за Форзами, победный Инферно, там, размен, не размен. У нас первая карта какая-то, помните? Даст Мираж там был. Даст Мираж. Ну, пусть будет даст для ВП. Ну, может быть. Ну, ладно, давайте за Форз первую карту. Тогда давайте посмотрим, как думает париматч по поводу данного. Бейст оф три противостояния. 2-62 на команду Форз, 1-45 на коллектив Virtus.pro. Париматч считает иначе, что тут, скорее всего, 2-1 в пользу команды ВП. Ну, и также не звайте про кэшбэк. Это можно сделать по ссылке pmb.gg.rmr и получить свой 15% кэшбэк. Но этот матч для вас прокомментирует Гром и также Кристал Мэй. Друзья, вам слово. Да, спасибо, коллеги. Чат, как всегда, здравствуйте. Ну что, шикарные зарубы начинаются. Серия 2-0 ВП Форз. Это первый матч такой прям супер важный на сегодня. Ну и в продолжение тоже вас ждет десерт. Особо далеко после матча не расходить. Ну что, здесь есть вроде как номинальный фаворит этой команды Virtus.pro. Но, с другой стороны, кто-то это мнение оспорил бы и сказал бы, что Форзы это 1-win. Ну, главное, чтобы не были как 1-win на предыдущей катке, которые отлетели 0-2. Я думаю, это классная подготовка для нас с вами для плей-оффа уже, очевидно. Да, потому что и та, и другая команда, скорее всего, там 99%, что она выходит в плей-офф. И вполне вероятно, что это заруба за что-то формата типа топ-3, топ-4, топ-5 этого РМРа. Потому что это, очевидно, фавориты РМРа. И мы прекрасно понимаем, что, да, там, типа, опуская Na'Vi с гамбитами, это реально очень серьезная команда. И мы, вполне вероятно, их увидим именно где-нибудь на полуфиналах. Там 1-4 и что-нибудь около того. Так что будет очень интересно посмотреть на этот матчап. И, очевидно, на этих местных картах еще и посмотрим даже больше за формой, нежели за макроигрой. Как конкретных отдельных личностей. И я верю в Якиндера здесь. Причем я спрашивал, как правильно произносить Якиндер или Якиндар. И он сказал, а, мне все равно, я как угодно произношу. Это же как бустер. Так что я тебе тоже буду так же. Как тебе правильно произносить? Бустер, бастер? Он говорит, да, в принципе, без разницы. В целом так. Ну, все бустеры так, как правило, произносят. Ну что, матч обещает быть крайне интересным. Как уже наши коллеги сказали, это довольно СНГшная карта. Даст 2. Все дело жалко, нет трейна, нюка, какого-нибудь. Но благо нет вертига в маппуле. Все хорошо, что без вертига. Хорошо. Я очень доволен этим РМРом. Пока, будучи хейтером вертига, маленьким хейтерком. Малой этой карты. В принципе, я не знаю, может, когда меня не было, какая-то карта игралась на вертигоне? Да. Да, одна? Одна, играли Гамбит против команды Акума, по-моему. Да, как раз это та карта, после которой, точнее, был перед этим Мираж трехчасовой, и потом был довольно быстро вертига. Ну что, у нас первая пистолетка, дорогие друзья. Виртуз Про в атаке, фарзы в защите. Командам удачи, ну а вам, как всегда, приятного просмотра. Ну и по гранатам ВП сразу же комплектуется. Это три дыма, это три флешки. Ну и, конечно же, молотов. Диффуза присутствует у Алмаза. Две флешки. Ну, посмотрим, что здесь придумает команда Форза. И по первому таймгу сразу же буст в шорт и агрессия на эту позицию. А команда ВП идет под базу Б. Идет ли? Ну, вроде как подъезжает, но, то есть, все еще могут разыграть здесь совершенно в другую сторону. Но да, пока Зорта должен будет принимать на танцполе. Вместе с ним в связке играет Флит. Ожидаю тут пробросочки. Пошли раскидки со стороны ВП. Дефолтность Макетски для того, чтобы Зорта не мог здесь иметь клир-шота. Но он отрубает бустер уже в самом начале этого выхода. Хороший размен от Киндера. И Зорта в упоре. Внутри Плэнта ждет свою подмогу. Хэдшот одному, второму пока не получается. Но при этом всем он выигрывает нереальное количество времени. Алмазер, красава, как обычно, не подводит. Но Кенси один на один против Санжи. Да, и есть информация у Санжи по оппоненту. Перестрелка пока не в пользу не заканчивается. И Кенси ставит точку в пистолетном раунде. Но я бы отметил MVP здесь, наверное, все-таки Зорта, который очень круто потянул время для своей команды. Она успела сместиться. И, соответственно, еще и два фрага сверху оформил. Ну что, форзы начинают довольно приятно для себя. Сразу же закупка. Ну и сразу же коэффициент от наших друзей из прематч. На победителя в рамках этой встречи. 2-11 на форзы. 1-68 на команду Virtus.pro. Есть номинальный фаворит, как и говорилось ранее. Но что же, будет ли... Нет, это все-таки экономический раунд. Хотел спросить, будет ли форс от команды VP? Закупка будет уже на третьем раунде от них. Да, да. Они просто решили с ножками побегать. Опять же, нету смоков. Я бы один какой-нибудь купил, знаешь, для того, чтобы то же самое. Там, отзонить, например, КТ, выйти на Б. Потому что с углоками это оптимальный вариант. Потому что нет дальних дистанций там. Джерри, в свою очередь, контролит выход всех пятерых. Сейчас будет фарм. И мы должны запомнить, кто зафармил. Что потом не говорить. О, у него топ-фраг 100. Смотрите, сейчас он экономическим здесь всех поубивал. И пятого, давай, Джерри, Джерри, ну как обидно. Ну ладно, в любом случае одного потеряли. Но он сделал 4 минуса, не так обидно. Фамос подбирает флит. Ну и 2-0, уверенно, это команда Форрза. Правда, теперь, благодаря установленной бомбе, этому фрагу будут деньги, будет раскидка у команды VP. До снайперской винтовки, кстати, доберутся. Доберутся у бустера 5800. Поэтому спокойно может дропнуть авик Джейму. И вот теперь команда Форрза должна опасаться этого снайперского девайса. Да, сочный рашраунд от VP. И самое главное, что они добились, это поставили C4. Все остальное не имеет никакого значения. И VP в руках у Джейма и вправду будет очень-очень опасным девайсом. Опять же, это Dust2. Здесь очень удобно, что на атаке, что на КТ сайте играть со снайперской винтовкой. Особенно, если твоя команда хороша в занятии лонга. Потому что, опять же, мы понимаем, что борьба у бокса будет здесь очень и очень сложной. Из-за того, что мы смотрим с вами не команда 50 против 60 на ХЛТВ Оркта по ранкингам. Просто потому, что чем выше коллектив, тем жестче борьба именно за бокс. Мы понимаем, что вся мета на Dust2 к этому была сведена достаточно давно. И все новые и новые методы дефенса этой части карты придумывают команды на тир-1 уровне. Так, ну и команда VP в третьем раунде моментально начинает агрессировать под Зиг. Точнее, даже без агрессии просто ее занимают. Ну а команда Форза особо-то и не против. Они отдают эту позицию, имея, опять же, скаут на длине. Могут, в принципе, в ретейк А попытаться разыграть, если соперник туда зайдет и фрагов не даст. Главное, здесь Форзам не потерять сразу игрока на машине, чтобы можно было хоть как-то зайти в ретейк. Ну и три опорника базы B. Форзы немного здесь пытаются угадывать. Но раскидка на Аплент полетела от VP. Ну и Зорта первый промах в этом раунде. Также будет игрок с бокса. Это седьмой номер Санджи. Пролюркует эту позицию на длине. Ну и Зорта все-таки отходит уже в боли своего позиции своим тиммейтом. Ну и Санджи ждет, пока будет ошибка от команды Форза. И здесь подходит уже с МПХ его оппонент. Ну и три игрока в КТ. Ротацию, точнее, ретейк делать тяжеловато будет. Более того, Санджи еще фраг по Джерри нашел. Зорта здесь немобилен. Погибает еще Алмазер. Но это первый раунд для команды VP как-нибудь. Да, да. У Бустера очень крутая позиция. Он здесь мог решать, просто зайдя в спину оппоненту. Но мы видим то, что Форза решили пойти через контроль МИДа и потом Шарта. Опять же, Бустер все еще мог сыграть более закрыто. Но у него получилось полностью прервать этот раунд для Форзов. И остается только Зорта, который 100% положит свои ноги здесь. Хотя, может еще поборется, но не очень у него это получается. 2-1 счет. И мы понимаем, что у Форзов, да, будет какой-то плюс-минус хороший бай. Причем не у всех. У Алмазера 1700 ему придется дропать. И не факт далеко, что удастся сохранить на АВП. Может, как-то по-другому порешают здесь парни. Нет, это будет 2К бай. Интересно. Хотя нет, стоп, извините. Это просто, это дигл. И поэтому дабл АВП и дабл Фомас. Это какой-то дырочный прям стиль. Это какой-то сыр, а не бай. Потому что у тебя есть реально очень-очень серьезное проседание по девайсам. У одних Блит получает себе почти на пол хп. Кенси! Кенси, до свидания. Ну, первый плюс есть, да. Размены пока от команды ВП нет. Через бокс уже дальше выходить довольно тяжело, потому что гранаты постепенно имеют свойство заканчиваться. Команда Virtus.pro и флешек осталось не так много на раунд. Буквально две. У Санжи одна, у Киккерта одна. И они нужны, конечно, для дальнейшего продвижения. Либо под базу Б, либо под базу АД. Потому что на бокс уже тратить не могут гранаты команды Virtus.pro. Видим, что длиркуется также Санжи уже под верхнюю Т-шку. Есть на катволке у нас Киккерт. Ну и, в принципе, в большинстве своем команды ВП сейчас вокруг Т-шки раунд строят. Попытаются, возможно, выйти на центр. Ну а Джерри, агрессия на зиге, может окупиться ровно таким же счетом, как и прогореть. Но посмотрим. Если здесь Джерри не среагирует на игрока под номером 0, это Киккер, то будет проблема у команды Форза. Ну, Флит находит минус по Джейму. Киккер дал все-таки рефраг. Но Зорта здесь подсейвил эту позицию. Поэтому 2 в 4 команда Virtus.pro в меньшинстве. И Бустер получает по себе довольно неприятный урон. Ну и еще инфу Флит дает о том, что есть один игрок на шарте. Соответственно, Зорта будет ждать его. Здесь легкость его забирает. И остается только Бустер. Под степом играть против флоперов не получилось. У нас у Virtus.pro. И Алмазер может здесь добить своего оппонента. Да, он добивает. 3-1. И бабки у ВП имеются. Так что ничего страшного закупится. Может быть, не полноценно. Может быть, даже без AWP. Но все еще не проблема. Все еще можно играть. Так, ну пока смотрим, что Бустер оставляет себе деньги. Но, возможно, это Героик Бай или нет. Нет, это все-таки закупка на полные деньги. Это 2К47. Это Мактен. И Киндер что себе докупает. Тоже АК47. Хорошо, хорошо. Ну, в принципе, в фармилку плюс 3 калаша можно действовать. Можно комбинить. Опций у команды Virtus.pro здесь много. Да, единственное, что без AWP. Но в атаке без него тоже, в принципе, обойтись можно. А как мы видим, команда Virtus.pro численным перевесом идет именно под верхнюю тэшку. Попытается там раскинуться и выйти именно под этот плент. Ну и 2 опорника на эту позицию. Кенси плюс Флит. Авик плюс Райфлган в паре. Довольно интересная связка. Но посмотрим, смогут ли фарзы здесь против численного большинства отвоевать эту территорию. Ну, пока вообще никаких предпосылок к этому нету. Да, вот против тебя играет снайперская винтовка на яме. Правнин дискоболе. Кенси. Кенси никто чекать не будет, потому что там горел огонь. Кенси очень красиво сделал перетяжку именно под этот угол. Очень много дэмэж нанес. Но при этом все, Джерри добивает лоу хпшного киндера. У Virtus.pro проблемы по хп. Но хотя бы ставится сишка. И Джерри в упоре. Хорошо разрабатывает по Санжи. У того 1 хп остается. Везет очень серьезно здесь игроку Virtus.pro. О, Джерри еще одного мог бы забирать здесь в Санжи. У того не было хп. Алмазер в упоре вместе с Zort. Вдвоем из одной точки выходят. Их просто перекрывают. У них нет раскидок. Они не могут подфлешиться. И таким образом очень-очень сложный выход. Пока что реализуют Zort. Но бустер из мака, который развеивается. В этот момент открывается последний игрок Virtus.pro. 3-2 счет. Что от Force? Очень-очень интересный мув был от Кенси. Который поджал точку, которую в ВП не читали. Просто по той причине, что они откинули туда Молик до этого. Что сейчас отличнейший маневр от бустера. Мы понимаем, что в случае с террористами, которые играют от B-сайта. Они довольно часто выпушивают. Особенно если ты играешь в меньшинстве, выпушивают дверь. Но здесь этот смог положенный, из которого сыгран был бустер, просто был шикарен. Ну и здесь, конечно, стоит отметить, что и Санжи на одном хп прожил. Там Джерри на самом деле должен был добивать. Он круто закрыл игрока за дефолтом. Но вот по Санжи одной единице урона не хватило. Которая по факту и повлияла на исход раунда в пользу команды Virtus.pro. Ну и вот такой вот бай в виде скаута, эмки и трех деглов от команды Forza. Это на все деньги. Раунд за два для ВП. Поэтому к этому раунду нужна максимальная концентрация и внимание. Но попытка выйти на пик ланга. Здесь Зорта будет со скаутом. Но если только в голову влетит, тогда первый фраг от него будет. Но там уже пекает справа плечо. И Зорта минус по Санжи. Так, а русских подстепов, я вообще не понимаю, что происходит. Ты видишь, какое количество подстепов играет Virtus.pro? Типа, а, забейте, что там, раскидки. А, да что там, снайперская позиция. Да, на планте, на длине. О, боже мой, да не, фигня. Все полностью. Опять же, на фуллбай сейчас Forza играют. У них, ну, в смысле, до конца не закупились. Я имею в виду все, что имелось. А так-то по факту у них деглови вместе с Сэмкой и скаутом. И это как раз-таки является проблемой для Флит, который пошел пушить на мидл. Пытался выбить Киккерта, но не получилось. Но мы понимаем, что само большинство для Forza это хороший шанс зацепиться. Проблема же в том, что у них нет раскидок больше. Они потратили последний свой смог. И Virtus.pro уже ринулись внутрь планта. У них у Сами, кстати, гранат больше нет. У них только флэши, которые помогут им пройти Зорта, убить еще и Алмазера. Таким образом, полностью перевернув ситуацию вокруг этого раунда. Но очень крутая позиционка у Кейнси. Он в любой момент мог бы ворваться. Смог закончился, развеялся. Да бить! Господи, как же у него это не получается. В конце концов, он каким-то сумасшедшим шотом. По-моему, это был, кстати, рандом. Потому что вроде как в этот момент Кейнси двигался. Но все равно он дал свой хэдшот. Это не повлияло на окончание раунда. Virtus.pro все равно свой раунд взяли. И сверху Forza будут делать экономические штаны на счет. То, что они выйдут на счет 4-3. Да, и Virtus.pro очень грамотный мув сделали. Отдали молотов на Гендальфа, который, по сути, выкорил игрока с Райфлганом. Это один из двух девайсов нормальный был у команды Forza. И, в принципе, он полностью потерял там позиционку. И благодаря этому бустер нашел там себе еще и второй фраг. Ну, ВП действительно. Поначалу раунду с раскидкой немножко налажали. Ну, а потом, в принципе, вышли в оптимальной кондиции. Ну, и посмотрите, что делает команда Forza прямо сейчас. Это... Пармезан. Да, это сэндвич. Попытка в тиски защемить команду Virtus.pro. Но медведя так не поймаешь. Мне кажется, это просто раунд, в котором ты говоришь с твоими тиммейтами. Ну, наверняка, да. Говорю в следующее время. Не, а с другой стороны, ты можешь поработать на пару фрагов. Если вдруг соперник примет решение, тебя запустит в КТ, хотя это абсолютный сюр. Этим команда ВП заниматься не будет. Занимается полномерно ЗИК. Раскидывается все молотовы. Гранаты не жалеют. Команда ВП понимает. Тягощающие последствия, если вдруг попадутся на стак в зигзаге. Но мы с вами видим, что стак как раз-таки в КТ от команды Forza. Полетела раскидка. Ну и команда ВП, несмотря на то, что они понимают, что у соперника довольно слабый бай, они все гранаты раскинули для более-менее комфортного пребывания на точке А. Ну и подсадка готовится в зигзаге. Это может быть очень интересно. О-о-о, это было неплохо. Но пока что только один фраг от игроков защиты. Ну и Джерри попытается от рампы дать фраг. Но Джеймс здесь, конечно, с тиммейтами влядет порядок. И все, погибает один за другим игрок команды Forza. 4-3. Да, стабильный, спокойный раунд от ФП. Отыграли очень-очень аккуратно. Опять же, видно уважение по отношению к сопернику. В принципе, это РМР. Да, здесь вообще нельзя допускать ошибок. И лучше выходить со счета 3-0. Потому что швейцарка, она не только предполагает возможность хорошего брекета внутри групповой стадии, но еще и довольно серьезно располагает к тому, чтобы работать вокруг составления сетки в плей-оффе. То есть команда, которая выходит на 3-0, получает себе максимально комфортного соперника. Ну и кроме этого, самое главное, отдых. Потому что чилить никогда не поздно. Время для тренировок, время для наблюдения за соперником. Может быть, да, ты меньше официалочек сыграешь, но с другой стороны у тебя будет больше сил к плей-оффу. Так, ну и команда Forza все-таки по первому таймингу приняла решение все-таки задавить длину. И решение на самом деле больше чем справедливое. Поэтому теперь одного игрока с апплентом можно отпустить на центр. Сыграет 2-1-2 классическую расстановку. Ну и, как всегда, звено на базе B это Кенси плюс Флит. Тоже готовы вписываться в этот файт. По гранатам, конечно, очень сильно страдает команда Forza. Всего 2 флешки, 1 дым на остаток 2 раунда. А вот такой выход в район зигзага. И киндер погибает. Ну и молотовы полетели в дефолт. Флешки. Слушай, Зорта 2. Зорта просто красава. Причем нам показывают бустера, но в целом не суть важна. Санджи вместе с бустером 2 на 4 ситуация, в которой Санджи убивает двоих, кстати. Может еще прорваться к пункту A и поставить там бомбу. Хотя мы понимаем то, что главной проблемой будет являться Кенси, потому что совершенно не читает его бустер. Поджал он верхнюю теху. И Санджи остался в соло против всех. А балкон тоже. Мам, вынеси мяч, выйдем точнее. Санджи попытался до конца согласить. Красиво все от него было. Но 4-4 и раунд очень-очень неудачный от Virtus.pro. С другой стороны, Зорта просто красавчик. Ну и коэффициент от наших друзей из прематч. На победителя в этой серии 2.31 на Форзе, 1.57 на команду. Virtus.pro также не забывайте кликать на баннер под окном трансляции и получать бонус в виде 100% на первый депозит. Ну а мы идем на раунд под номером 9. Ведь пока видим, что ни одна, ни другая команда не хочет отдавать преимущество. По понятным абсолютно причинам такая уже фраза клише. Простите меня за нее. Но так или иначе, команда ВП имела деньги, потому что предыдущий раунд довольно чисто сыграли. И теперь также очень комфортная закупка. Да, по гранатам, возможно, есть небольшие проблемы. Но самые основные гранаты для захода по точку А есть. И они будут в очередной раз в пятером ЗИК ломить команде Форз. Да, что-то у нас бесконечный шорт на самом деле. Интересно, что Virtus.pro не борется за лонг вообще. То есть не бывало ситуации, по-моему, где они хотя бы там втроем-вчетвером занимались боксом. Ну а Зорта и компания теперь немножко отзонены. Будет сложновато здесь играть. Придется тратить раскидки для того, чтобы заходить внутрь плента. При этом все, Джейм отрубает уже Джерри. И можно, в принципе, найти еще пару шотов. У него это не получается. Флит уже убил и киндера. И просто вылет Virtus.pro с плента A в Салатину. Форзы их уничтожают. И бустер остается в Салат с девятью хп. Мы понимаем прекрасную ситуацию для него сложную. И он убивает одного. Но Кейнси все-таки его разменивает. Таким образом забирает себе пятый раунд. Копилку сумасшедшая стрельба от Флита. Да, вы скажете, что часть из этих фрагов была сделана полу-хпшным оппонентом. Но в целом именно он тем самым ядром контратаки от Форзов и являлся. Да, и теперь небольшие трудности у команды Virtus.pro в плане экономики. Есть деньги на полторы тысячи байб, пистолеты, пару первых арморов, пару думал флешек. Могут себе закупить какой-то быстрый бейс организовать. Тем более респа, посмотри, действительно команда VP под точку бэб прям благоволит. Будет ли это быстрый заход? Думаю, наверное, да. Потому что все-таки, имея пистолеты, имея флешки, это действительно один из действенных способов немного сократить экономику соперника. Ну и попытаются фактором такого резкого врыва команду Форз застать врасплох. Ой-ой-ой. Ну а здесь от флита вот такой вот поджим тэшки, врыва под бэм может и не случиться. Пофармить просто для себя. Фрагстаты. Хочется хороших КД. Именно на таких раундах и надо выезжать. Но Virtus.pro понимает прекрасно то, что все, что им нужно сделать, поставить бомбу. Поэтому они купили себе смок, пару-тройку флешек. Будь здоров. Сэнджи, будь здоров, да. Только это бустер. Кто-то думает, да, это бустер. Кто-то, возможно, думает, что как же так, что бустер одновременно и двигается, и чихает. Но по факту он просто погиб в самом начале раунда. Так, ну что, 5 в 3. Там уже в спину выдвигается второй номер команды Форзы. Это Джерри закрыл Якиндера. Ну и Кенси идет в спину. Дышит прямиком. Кикер эту спину. Оу, плохо полетела. Ну ладно, фраги свои нашел. Минус 2 имеется. Шестой раун для Форзов. Слушай, 6 в защите. В современных реалиях это уже очень и очень неплохо. При этом далеко нет гарантии, что Форзы не закроют там 7-8 и так далее. Команде ВП очень срочно нужен хотя бы какой-нибудь там стрик из трех раундов. Потому что если они проиграют по этому первую половину, дальше в защите будет тяжелее все-таки. Сейчас игроки больше в атаке как-то раскрывают свой командный потенциал. Ну и Кикер-то показывают. Да, есть такая, знаешь, небольшая задача у нас на его лице. Хотя, в принципе, мне кажется, лицо Кикер-то не меняется. Выигрывает он мажор или проигрывает. Чисто моногамия такая. Ну, окей. Едем дальше. Ну, пока очень-очень медленный раунд от ВП. Пытаются они смотреть поджимы с верхней техи. Опять же, не факт, что будут ориентировать атаку именно сюда. Хотя бомба постепенно передвигается именно в туннеле. Бустер здесь в контроле. Дает информацию. Сэнджи постепенно готовят атаку. Есть возможность еще раскидать Б-плент. Но при этом все мы понимаем, что Форзы полностью готовы к подобным маневрам. Кэнси, кроме этого, еще и Моллик хочет подкинуть для того, чтобы не дать противнику атаковать. В том случае, если раскидки полетят, сразу же будет контрраскидка и ВП придется отступить. Либо идти прям по Молликам, либо использовать смог для того, чтобы его потушить. Ну, команда ВП максимальным контактом, таким тихим, пытается разыгрывать раунд. Опа! А вот теперь... Категорию, вот эти подстепы с байтами. Ну, вот байт отличный, на самом деле, бустер красава. Ну, минус гранат. На самом деле, с опорников вытягивают гранаты, это благое дело. Тем более, что у тебя еще и времени довольно предостаточно, чтобы зайти. Но это сплит вырисовывается. 3-2. Джерри на подсадке, поэтому Джерри здесь без болезни на команде Virtus.pro через мидл пройти не даст. Ну и более того, мы видим, скорее всего, даже регруп от команды Virtus.pro. И это может быть прямиком выход на центр в четвером и одним сплитящим игроком с тэшки. Джерри погибает от кикендера. Смок должен падать в кте и сразу же заходит будет 5х2. Если Кенси и Флит потащат в этот раунд, это будет какое-то просто невероятное... Вот это нет. Все-таки кикер Санжи быстро интригу с этого раунда сняли. Ну, как тебе сказать? Алмазер ловит Джейма на перетяжке, причем там на свапе одновременно. Это минус АВП для атаки. И это АВП для форзов, которые просто савить будут дабы лавап, и в следующем раунде у них будет хороший сетап. Хотя, конечно, по деньгам все не так радужно, как хотелось бы, но в целом на бай будет. Пятый раунд для ВП. Слушай, у нас какого-то, знаешь, ни одного клача, мне кажется, даже полноценного не было. Может, там был, конечно, ситуация, где 1 в 2, там хлопцы оставались, но в большинстве случаев это было бесшансово. Здесь, в свою очередь, очень-очень точечный хороший раунд от Virtus.pro. И важнейшим фрагмом, конечно же, является убийство опорника на КТ-сайде. Сразу же, как только открыли эту часть карты, дальше уже для форзов было все очень-очень сложно. Плюс Зор-то мог бы попасть, там буквально пиксель на пиксель не зашел между двумя оппонентами. Сквозь смок с АВП он стрелял с Аплента. Ну и счет очень и очень близкий. Мы это прекрасно понимали с самого начала, то, что, да, здесь нет команды, которая является абсолютным фаворитом. Мало того, Virtus.pro проиграли свою последнюю встречу против Force. А являясь фаворитом, таким образом, мы можем сказать, что полноценная БУ-3 здесь вполне вероятно. Еще и с ТБшечками и всем остальным. Так, ну что, без АВП в очередной раз для команды Virtus.pro. Это МК плюс 4 АК-47. По гранатам все самое необходимое имеется. Но вот команда Force по-прежнему, да, экономика очень сильно страдает. Проиграв этот раунд, они, скорее всего, Virtus.pro выпустят в очередной раз вперед. Но этот раунд с двумя АВП. Это антибокс даст. ВП просто не работает по боксам, в принципе. Я не понимаю, то есть, ну, может быть, я что-то пропустил в своей жизни, может, еще что-то такое. Выбил из мета. Да, и может быть, мета поменялась. Но сомневаюсь, честно говоря, потому что я наблюдал за современными дастами, и они, вроде, все еще очень-очень лонго-ориентированы. Но АВП настолько забили максимально на эту часть карты, мы не видели реально ни одного выбивания втроем этой лонга. И я, честно говоря, ну, не понимаю, почему так работает. Я, конечно, могу осознать, что окей, но мы играем по Б, мы играем сплитом, у нас получается заходить по шарту. Но является ли выбивание аплента без лонга, или как минимум не имея там парочки игроков, которые могут ассистировать, реально настолько эффективным, если взять то, что ретейк-то довольно просто делать, именно из позиции, когда у тебя есть одновременно и КТ, и лонг. Когда лонг отрезан, в таком случае ретейк намного-намного сложнее для защиты. Да, это очередной выпад на центр от команды Virtus.pro, моментальные два с макам, Джерри выходит на центр, и все-таки и Киндер, да, довольно жестко он просадил 20 хп, но бустер вместе с и Киндером двумя фрагами уже отметились. Ну и флит, флит, надо играть. Мне кажется, он хотел просто уйти на сейф. В смысле? А он же знал, потому что на миде двое. Ну, дать фрагу уйти на сейф. Он открывался против них, видимо, решил то, что верхнюю теху не стоит прикрывать. Джейм ловит алмазера на свапе. Вообще было ноль предположений о том, что здесь Джейм находится. Да, это минус экономика, это два раунда для ВП. Скорее всего, это и шестой, и седьмой. Что в целом на атаке не так уж много на насе 2. Ну, первая половина близится к своему завершению. Ну и пока мы можем смело говорить о том, что она получится близкой. Даже если вдруг 9-6 команды Virtus.pro выйдет там вперед, то 6 раунд за защиту для фарзов, я считаю, это все-таки нормально. Но посмотрим, сейчас все-таки 5 юспов будет. Ну, а также, дорогие друзья, коэффициент от наших друзей из приматч на победителя в серии 2-12 на фарзов, ну и 1-67 на команду ВП. В принципе, на протяжении этих 12 рандов мы видели, что коэффициенты не особо так широко варьируются, потому что команды действительно относительно равны сейчас. И счет на табло прямое тому подтверждение. Ну и есть пара гранат. Взял себе флит Дигл, 2 флешки, дым, ну и по 250. Что имеется в алмазе. Ну и в принципе, стак длины выглядит очень и очень даже неплохим решением. Если сейчас выбит какой-то девайс, можно с этим девайсом пойти еще поджать какую-то точку. Но, по-моему, Санжи дает инфу. Парни, походу, нас поражали по длине, поэтому давайте регруп через центр Б можем в очередной раз выйти. В целом, в этом был свой смысл, да, если взять то, что ВП, правда, не играют большинством на ланге, поэтому они могли найти там какого-то соло-сверчка, убить из него девайс, дальше пойти еще, может быть, что-то натворить. Лидс пытается реализовать Дигл, пока это не очень подходит ему. Юкиндер просел до 20 хп, смог убить вместе с Кикертом троих. Алмазер с флитом остаются последними. Здесь надо добивать просто уже вариантов, я думаю, не имеется. Еще минуты до постановки бомбы. И стоит форзам обсуждать уже следующий раунд, о том, как они будут сетапиться. Возможно, стоит, например, забить на то, чтобы играть по лангу, потому что форзы продолжают усиливать именно эту часть карты. ВП там не играют. И можно было бы, например, попробовать какое-нибудь предпринятие под пуш, дабло и шворта. Или тоже тем, как про пуш, можно было бы. Да, да. Ну, они, в принципе, это делали. Просто это были раунды, когда они не сталкивались с оппонентами на этой части карты. Когда эти под пуши уже скорее приносили свои плоды в виде захода в спину тому же самому бустеру на нижней тэшке и так далее. Да, ну, Алмазин сейчас тоже погибнет. Да, это седьмой раунд для команды Virtus.pro. Два до конца первой половины. И АВП будет у команды форзы. Есть деньги у флита. Семь тысяч. В принципе, как и дропнуть. Может, даундропать действительно основному снайперу своей команды. Это Зорта. Ну, и четыре айфл-гана сверху, две короткие длинные эмки. По гранатам немножко проседает, конечно, команда Virtus.pro. Но, тем не менее, имеет все самые необходимые девайсы для достижения поставленной цели. Я думаю, сейчас седьмой раунд в приоритете. Ну, и давайте смотреть. Команда ВП выигрывает. Если восьмой, то, в принципе, я думаю, до девятки будет уже дойти дело техники. Потому что, опять же, у соперника будет не самая комфортная закупка. И Kinder выходит в первый раз лонг. Да, в первый за довольно долгое время. Первый лонг вместе в несколько человек. Ну, второй. Помнишь, когда еще Зорта дал со скаута фрак? Ты такой говоришь, блин, я не понимаю, почему они бесслышны? А, ну, под степом, да, 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 я согласен с тобой. Но это был антиполубайный, антидвокашный. Ну, короче, это был не девайс на девайс. Джейм. Открытие от него на миде. Очень важная позиционка, на самом деле. Сейчас была пробита форзами. И вот этот подпуш Шорта, то, о чем я говорил. С одной стороны, с другой стороны, у них большинство. И Virtus.pro реализует лонг, заходя на Аплэнд. Но Шорт выбить здесь быстро не получится. И, скорее всего, вообще не получится. И это, конечно же, проблема для Virtus.pro. Даже в том случае, если они поставят бомбу. При этом всем им приходится удерживать кикерта на позиции бокса. Для того, чтобы он смотрел спину. И только три человека внутри Плэнта. Это супермало. При этом раскидок у них нет совершенно. У ВП все валится из рук. Постепенно нужно какой-то герой. Этого героя просто нет. Никто здесь не может ничего поделать. Форзы очень и очень аккуратно, очень спокойно и тактически выбивают своего оппонента СА Плэнта в большинстве. И кикерта остается в соло против пятерых. И мы прекрасно понимаем, что это не раунд для него. И умирать после окончания раунда тоже ни в коем случае. Хотя не, ему можно. Да нет, там это последний раунд. Тем более, деньги у всех есть. Поэтому он мог напротив поработать на минус экономику Форзов. Понимаешь, что там денег немного. Но одного игрока только переиграл. И раздробует команда Форзы, мы увидим максимально комфортную закупку что-то для одной команды, что-то для второй. Ну и семь раундов в защите у Форзов уже есть. В теории могут сейчас выйти и на восьмой даже. Несмотря на то, что в принципе... Но по огневой мощи, кстати, нет. Хотел сказать, что у Форзы немножко уступают. Но Форзы не уступают. Здесь по огневой мощи команде ВП. Джейм обидно побеги в предыдущем раунде. Ну и вот попытка мести была только что. Флит 30 хп остается. Ну и посмотрим. Флит остался на центре. Он не пошел на б. Вместо него пойдет Зорт. Либо же Зорта попытается репикнуть. Ага, все. Они усиливают центр. Понимая, что ВП уже вряд ли попытается в очередной раз длину играть. Ну и снова вернуться к своему излюбленному Зигу. Ну и в этот раз Джейм хотя бы не играет в упорах. Понимая то, что со снайперской винтовкой можно и десанцию поддержать. Иначе снова запушат. Снова выбьют. А по факту в предыдущем раунде именно смерть Джейма являлась, наверное, центральным событием для Форс. Для того, чтобы забрать предыдущий раунд. Выйти снова в ничью временную с Энджи. Я так понимаю, просто привлекает внимание к Лонгу. Делая вид, что все еще тут Лонг на самом деле. А на самом деле не Лонг. Потому что это Шорт и Форзы пока не очень понимают, где находятся оппоненты. Зорт дает информацию и говорит, хлопцы, тут надо срочно усиливать именно А точку. Потому что именно по Шорту будут двигаться белые медведи. Алмазер в упоре. Молики горят. Зорт красиво сыгран против Екиндера. Внутри плента Кикерт уже сможет, скорее всего, зайти, потому что Алмазера больше не существует на этом сервере. Санджи убивает Флита. И постепенно тихим сапом Виртус Про достигает А плента. Выстрел от Джейма. Точно Джерри. Точнее Кикерт ровно в этот момент умер, когда нужно было для Джейма. Потому что мы видели то, что Джейму мешал стрелять его тиммейт. Но и в конце концов это 8-7. Я, честно говоря, не знаю даже, как это анализировать с точки зрения именно первой половины. Потому что команды супер ровные. Ну от пистолетов во многое зависит сейчас успех команды Виртус Про. Если они ее выигрывают, то, конечно, уйдут в дальнейший отрыв уже. И за атаку, точнее за защиту будет уже, наверное, чуть проще завершать начатое. Ну и полетели кулаки от команды Форреса. Готовы они ко второй половине. Также неимоверно важной пистолеткой для них. Ну вот интересно, будет ли повтор выхода на Б, или же свою какую-то интересную разыграет. Возможно, ЗИК, возможно, длина. Потому что многие команды сейчас начали играть именно вот стабильный выход на ЗИК. Две флешки вылетают на центр, чтобы спокойно пробежать через Кэтволк на Шорт. Ну и дальше просто давят плент до конца. Ну и давайте... Много грен для атаки. Целых два игрока закупились. Это дабл смок. Молик плюс дабл флеш. И это будет выход под А. Джейм дает инфу. Сразу же стягивается внутрь плента вместе с Санджи. И есть буст. Окей, хорошо. Внутрь точки будут играть. При этом все мы видим, что Форс не хотят играть высоким темпом. Они просто выбили бокс. Они довольны жизнью. Они контролят лонг. Им надо просто забазироваться. Оп, Молик на машину потрачен. Первый и единственный. И дабл смок будет явно потрачен на просвет. И все. И в принципе на этом, наверное, вся тактика закончится от Форс. Здесь очень-очень важно с юспами на дальней дистанции постараться удержать оппонента. Потому что Джерри уже подъезжает практически близко к точке. Два смока на просвет. Зорта убивает Санджи. Кикер неплохо сыгранно сразу же отошел. И вот сейчас еще и Джем подключается. Его юсп работает на все 100%. Кикер также убивает еще одного игрока Форс. И Зорт в соло против четырех. У него нет возможности поставить бомбу, потому что она укатилась. Да, там Кенси почему-то в ДМ решил запушить. Но, видимо, два в четыре должны были приниматься кардинально и мерно. И команда Virtus.pro пистолетку закрывает за собой. Супер уверенно и спокойно согласись. Ну, Кикер молодец, на самом деле. Там, во-первых, они в связке неплохо с опорником. Отработали под флешку. В смоке вышел. Дал первый фраг. Потом второй фраг на репике. Ну и коэффициент от наших друзей из приматча на победителя в серии. Два пятьдесят пять на форзов. И один сорок семь на Virtus.pro. Здесь уже, каэфф, немножко скаканули. Все еще в ВП являются фаворитами здесь. Но мы понимаем то, что впереди девайсные раунды. Ну, сначала у нас ворсбай, на самом деле, от форз. И это будет фулл смок. Да, четыре смока. Плюс скаут от Зорта. Заход будет постепенно в сторону Б-планта осуществляться. Хотя, на самом деле, совершенно пока непонятно. Ну, форз, кстати, по вот таким раундам очень похож на ВП. Ну, то же самое. Забиваем полностью на бокс. Халдимся на миде плюс верхний ТА. Контролим возможные ранние поджимы. Хотя, опять же, какие вообще поджимы могут быть против форсового раунда в дефолте? Потому что, ну, по классике жанра люди предпочитают в таких важных матчах играть просто по позиционке в глубине. И ВП это также касается. Особенно если взять то, что у тебя Фамас и дать опа, Юкиндер, получил ласкаут. Уже Фамас одного нет. Или какой там девайс был у Юкиндер. Фамас, Фамас. Джейм на густе. Находит рефраг под Джерри. Понимает Зорту, что ему выходить в рефраг не самое крутое дело. Но все-таки он дает свой второй минус в этом раунде. Боже мой, Зорту. Зорту кладет. Это Зорро. Это не Зорту. Это уже Зорро. Три фрага от него со скаута. Ну, 13 хп, конечно, жить ему тяжеловато. Флешка на пик. И вот здесь флит уже приходит в спину. Контролил он лонг все это время. Ну и последним у кикерта имеется информация. От флита также минус два. Ну и разбирайте, дорогие друзья. Фомас на ярмарке. Ну и восьмой раунд все-таки для Форзов имеется. Зорта X-бензин плюс четыре. Эта компания должна называться. Судя по тому, что сейчас происходило, у Зорта, конечно, максимальный импакт внес. И Virtus.pro недовольны, конечно же, такой ситуацией. Они отдают экономику. КТ-сайты, как вы понимаете, вообще все очень плохо после подобных раундов. Я не знаю, когда это дело пофиксят. Но когда-нибудь, может быть, и пофиксят. Нет, а может и никогда это не произойдет. И Форзы сейчас будут брать, скорее всего, девятый. И у нас снова временная ничья. Причем не было ни одной ситуации, в которой у нас одна из команд отрывалась бы очень-очень далеко. Да, у нас максимум, мне кажется, разница в два, ну в три раунда происходила. В тех остальных случаях максимум один. И сразу же снова временная ничья. Поэтому напряжение сохраняется очень плотное. Обратите внимание, что далеко не на все деньги закупилась команда ВП. Они просто взяли себе пистолеты. Диглы по 250 и флешка. Ну и все, оставляют себе деньги, видимо, на комфортную закупку самую первую. Ну и пока от флит есть первый минус. Размена Джейма имеется. Но флит уже даблкил в этом раун соорудил. Но от Кенси довольно опасный. Ему даблодропаться в КТ. Могли бы его и вообще без рефрага забрать. И девайсы, там бы три в три. Кто знает, как бы оно завершилось. Но кикер последний. Поэтому есть необходимая информация. Но от кикер-то хороший выстрел по Кенси. Но слушай, они в таком экономическом закупе неплохо так поработали по команде Форз. Три девайса выбили. С одной стороны, мы можем сказать, что это дэмэдж по экономике. С другой стороны, мы понимаем, что это еще один экономический. Это означает, что эта экономика все равно вернется для Форзов. Но это же даже не Форз был. Ну да. Нет, я согласен, что это хорошо и замечательно. Просто, к сожалению, они на КТ-сайде. И они с Дабл ЭК играют. Это правда. Так что не так уж смертельный для экономики Форзов подобный раунд был. Но все еще показывают, что ВП даже в подобных раундах старается играть до конца. Сетап у нас без усиления в пятером в одной точке. У нас один игрок на планете погиб. И Джеймс Девсом. Интересный сетап от него. Может быть сработает, может быть и нет. Там от кикер-то Дигл уже отрабатывает по тэшке. Алмазер, до свидания. Сетап-лайн через шорт. Да, и Санжа берет себе АК-47. Ну, вопрос в том, что плентом А завладела команда Форза. И даже если сейчас вдруг каким-то образом флита переиграют, то 4 в 3, не имея толком армора в гранат, выбить этот плент будет практически невозможно. Но мы понимаем, что Санжа будет сейвить АК-47. Ну и, в принципе, команда ВП еще и не прочь, знаешь, на отходах Форзов как-то с точки А переиграть. Ну вот здесь опять же Джеймс стоит в сом. Фирменный. Ах, хорошо. Хорошо. Жалко, что это только маг. Это проблема. Кроме этого, вполне вероятно, Зоор, то есть, может, остались его оппонент, но нет, решил отойти обратно, потому что понимает, что нельзя дарить лишние девайсы. Итого, это плюс маг, плюс коллаж. Но, с другой стороны, нужен ли маг? Нужен. Нужен маг. Просто у них будет, скорее всего, статап АВП-4 райфл-гана. Ну, то есть, насколько просто очень важно сейчас именно первый взять в защите. Или пикаешь Детрейн, короче, вместо Даста-2. Идешь в апдаун с магом. А, ну, вот, кстати, такой исход событий очень даже благоволит. Так работает. 20-й раунд. Пока по-прежнему все близко, но Форзы берут уже 3 раунда подряд. Что ж, таймаут берет Virtus.pro. Нужно понять, что делать с магом. Парни, что делать с магом? Покупаем ли М-ку или все-таки оставляем маг? О, Джейма, смотри, это как раз-таки. Вот, на шею вешаешь, чтобы не слишком низко голову не опускать, а самку держать. Опа, ваше здоровье, чате, говорит Джейме. Я как бахну чайковского и полетит СВП. Ну, эстет. Все поправилось. Протер, вы тоже, друзья, усики протирайте, если пьете воду или чай. Да, это же не только пропуск, но за ними еще ухаживать нужно, поэтому следите за собой. Ну и что тут? 4К47-х, плюс скаут. Плюс Алмазер с пятью киллами. Крайне печальная ситуация для него. Но, с другой стороны, команда все еще борется. И борется очень-очень достойно. 10-9 счетов. Мне очень интересно, смогут ли все-таки Форс наконец-таки оторваться от своего оппонента. Потому что, если они берут этот раунд, они берут и следующий. И это уже будет 12-9. И вот тут наконец-таки начнется хоть какое-то превосходство одной команды на другой. И пока очень-очень равная битва, которой и Киндер находит свой первый фраг на флита. Заход отжает еще на Джейма. Первый он отстрелил. Второго надо тоже ловить. Так и нет, подождите, без раскида не пошло. Давайте с раскидкой. Ну, уже втроем, правда. Подстеп — это наша тема, бро. Играем на халяву Алмазер. Алмазер. Выдвижение дальше. Чекает справа. За ящиком он пока никого не видел и не знает. Но, может быть, читает. Даже моликом. Слушай, это таргетная подготовка наша любимая, да? Это она. Получается, что так. Ну, на самом деле, рассекретили как минимум одного игрока команды Virtus.pro. Но фрага-то по-прежнему нет. Это все 5 в 3. Экономика есть у команды Форс на следующий раунд. Если этот, то у них не получится. Но вопрос в том, что по гранатам остался один дым и три флешки. В принципе, ты кладешь дым сейчас на шорт. По две флешки пытаешься атаковать. Ну и молотов как-то на рампу кидаешь. И только если какое-то удачное стечение обстоятельств для форзов, тогда, возможно, 3 в 3 как-то это разыграть можно. Какое удачное? Ты просто берешь, заходишь и играешь. Ну, сейчас посмотрим, как это против Джейма получится. Изи просто. Смотри, это дроп вниз. Сразу убивает Джейма. Говорят, иди сюда. И успевает Санжи на рефраге здесь сыграть. Но мы прекрасно понимаем, что все еще, все еще. Форзы А поставили бомбу. Это была халява. Причем, ты видел, первый шот был хэдшотом. И это, конечно, лайкджек просто приехал для него. Остается только просто разминировать. 10-10. Снова ничья. Я уже не знаю, насколько платная может быть еще серия эта. Ну и временная ничья в очередной раз. Команду вообще не отпускают друг друга. У нас преимущества больше, чем на два раунда, по-моему, не было. И вряд ли уже будет до конца этой катки. И вообще рассчитываем на допы, похоже. При этом все, посмотри на фраги, да. У ВП очень-очень, опять же, ровный счет у всех абсолютно. Все включились на равных. Ну, не считая, конечно же... А хотя нет, Джерри-то у нас на антиэкономическом зафорс. Бывало очень много. Кстати, у Джерри тоже игра по факту не идет особо, да. Вспомни, у него довольно много фрагов именно на антиэко. А в девайсных раундах его не так хорошо видно. Вот я вот не знаю, что с алмазером, конечно, случилось. Петерочка фрагов — это маловато. Ну, для него точно. Заход у нас против Джерри. У Джерри могли быть проблемы, но мы видим то, что и Киндер Санджи были откинуты назад. Довольно шоковальным огнем. Причем потеряли очень-очень много ХП, и это может быть проблема в будущем. Ну да, по ХП, конечно, ВП очень сильно просели. И Киндер Санджи, и более того, они даже не со снайперским девайсом. Это к тому, что все-таки, когда страдает по ХП снайпер, это не так критично. А вот когда два игрока, которые во многом открывают позиции, да, то есть Санджи больше такой лиркучный, если говорить про атаку, а вот Якиндер всегда это, знаешь, такой вот прям старплеер, который идет ломать лица. Но сейчас он вынужден будет принимать своего соперника вместе с Санджи, и там 30-точка ХП на двоих. По гранатам у защиты все плюс-минус неплохо. У атаки, конечно, их, ну, раскидки гораздо меньше осталось. Это два дыма, два молотова, одна флешка. Ну, и как мы видим, это фул регруппа под точку Б, оставляют одного Зорта там на контроль длины. Он там будет сейчас стараться пугать соперника, попытаться не дать им сместиться к своим тиммейтам на Б-плент. Ну, и времени еще много, на самом деле, у фарзов. Я думаю, что вряд ли это будет разыгранный контакт. Это просто раскидка с молотовыми дымами. Под одну флешку будет пик. И главное, чтобы здесь звено на машине. У ВП сыграли очень-очень бодренько. Молик очень хороший по таймеру. 30 секунд остается у атаки. Мы понимаем то, что они сейчас зажаты в очень-очень сложный тайминг. Зорта, кроме этого, отдельно умер. А это их по факту MVP сейчас. И киндер. Приемка не самая лучшая, но при этом ХП у него было мало. Санджи ждет, когда его тиммейты сейчас подпустят своего оппонента. И ловит одного, второго. Никто его вообще здесь не чекал, не читал. Опять же, вот этот Молик вместе со Смаком последующим от ВП явился центральным MVP данного раунда. Потому что замедлил выход Форзов. Им при этом не было времени для того, чтобы чекать все углы. И Санджи очень-очень красиво здесь дождался выхода своего оппонента. Не палился и еще вовремя вступил в борьбу. Так, ну что там по деньгам у команды Форзе прямо сейчас? Это деглы. Есть единственный армор для Джерри. Ну и попытка с деглами по дальним расстояниям поработать. Ну и тут команда ВП так неплохо агрессирует на центр. Плюс Тэшка зажимает команду Форзе на старте этого раунда. Ну и, кстати, уже имеется информация по кикерту. И кикерту надо что-то делать. А вот МПХ от Екиндра отрабатывает первого. Плюс 600. Плюс 1200. Джейм минус по Алмазера. Ну это довольно легкий раунд для команды Вертус Про. Интриги в нем, как мне кажется, и не было отродясь. Так что здесь, да, по флиту тоже доработает Екиндра. Скорее всего, плюс 1800 долларов будет по итогам трех фрагов. Но нет, все-таки осталось 1200 кикер, пришел и дожал оппонента. 12-10. Ну и уже, на самом деле, на неплохую экономику вышла команда Вертус Про. И первая пауза от команды Форзе в рамках... Ну что, возвращаемся, дорогие друзья, на счете 11-12. А это значит, что предыдущий раунд был доигран. И выход 3-2 сплитом от Форзов через Эка Длина был более чем рабочий метод против команды Вертус Про. Ну и очередная закупка, правда, в два ОВП уже от команды ВП. Это Бустер плюс Джейм. Также имеется два АК-47. Ну и Кольт для Санджи. Ну поехали. Снова выход на топ-мид. И вроде как от команды ВП мы видим контест на шарте против нижней Тэшки. Ну и вполне вероятно, еще и восьмерка будет ткаться. Да. Ну а тем временем выход на лонг. Причем даже не очень понятно, кто его будет принимать здесь, помимо одного опорника. Потому что у нас дабл пуш. Зиги от Вертус Про оставляют ей Киндера. От которого на самом деле будет зависеть очень-очень много в этом раунде. Потому что именно он замыкающий в спину. На лонгах Санджи. Хаешечку надо. Надо впилить. Рано или поздно. Минута остается у ВП. Зачем у Форта тоже зайти на этот плент. Опять же напомню, что раунд супер-супер важный. Паешки в ответ полетели у нас. И Форс. Форс холдят. С спины подъезжает ей Киндар. Но ему нельзя ни в коем случае торопиться. Ему нужно работать только из-под информации своих тиммейтов. И он это и делает. Опять же дисциплина превыше всего. Все остальное неважно. Заход дальше. У нас Форс оставили одного игрока на яме. Вчетвером уже заходит на дриплент А при дефолтной раскидке дабл просвет. Под флешку. Никто не выходит никуда. И Киндар все-таки находит в спину Зорта. И вот теперь Форс понимает, что они в окружении оппонента. И надо из этого окружения хоть как-то выезжать. При этом и Киндар что-то торопится. Зачем-то торопится. Но все-таки выигрывает перестрелку против Алмазера. Алмазер обязан был здесь убивать своего оппонента. В противном случае они 100% проигрывают этот раунд. Что в принципе и происходит. Да, до бомбы Джерри вряд ли доберется. Там контролит еще один игрок с длинным. Девятый номер Джейм. В КТ плюс Зиге оппонент. Но я не знаю. Джерри очень тяжело будет растащить этот раунд. Ладно, если бы там соточка ХП. Хотя была бы хоть как-то поразмениваться по урону. Да, но там и время 8 секунд еще оставалось. Тринадцатый раунд для команды ВП. ТБшечка имеется. 26,5. Ну, на этом мы в принципе и рассчитывали, что да, этот матч будет. Так скажем, окрылен большинством раундов. Обилием раундов. Ну и пока, да, вот 6.18. Статистика Алмазера, прям честно говоря, не совсем ожидаема. Как мне кажется. Ну и также 2 АВП. Три Райфлгана у команды Виртус Про. Ну и на этот раунд фарзы запаслись только арморами, пистолетами и одним скаутом для Азорта. Ну мы видели, как уже скаут Азорта работает. Поэтому его недооценивать нельзя вообще ни в коем случае. Санджей. Приемка хорошая. Алмазера опять же нет на этом сервере. Мы это уже с вами видели. 6 киллов за 25 для него уже сыгранных раундов. И Джерри играет на половину своего потенциала. Итого по факту Форс сейчас катает 4,5. Точнее 3,5. Азорта разбивает лицо бустерую. Якиндер. Неплохо от Азорты. Азорта решил, что в соло... Я уже об этом говорил. Там, где есть возможность, там, где есть открытие. Кикер, кстати, неплохо на размене. Двоих забирает. Сплит Б мог бы получиться. Проблема в том, что бомб потерян именно на миде. Флит дропается тоже. Кейнси остается в соло против двух. При этом всем надо забрать эмочку. Там в углу должна была лежать. Нет. Диггл подобрал. Окей. И в центре есть несколько трупов. Надо забрать бомбу и девайс. Вот он, девайс как раз, да. Но без армора Кейнси. Поэтому любой дэмэдж по нему будет достаточно проблематичен. Кейнси просто убегает. Ему в спину смотрят два человека. И, лаская, его добивают. Одиннадцать-четырнадцать. И мы прекрасно понимаем с вами, что, ну, три с половиной человека немного меньше, чем пять. Это арифметика. Спасибо, Кристалл. Мы зашли на РУХАП. Молодцы. Выучили теперь математики немножко за первый класс, где-то примерно. Или где там у нас уравнение высчитывается? Спросил. Ладно. Ну, ОГЭ с этим знаниями точно можно уже знать. Так, ну что. Два раунда до победы команде Virtus.pro на карте Dust2. Смогут ли дожать команду Форзе? Давайте смотреть. Четыре АК-47, снайперская винтовка. Отзор первый пик на лонг. Соперника пока не видит. Ну и под флэш пикает все-таки оппонент. Это был Кикерт. Ну и Кикерт все-таки принимает решение отсюда. Татья, вот и Зи, который может открыть стафет фраган для команды Virtus.pro. Ну и Джей моментально снимает голову с плечи Джерри. И четыре в четыре пока ровно идут команды. Полностью читается Форзе сейчас от начала до конца. Но им все еще нужно реализовать свою позиционку. Благо лонг они захватили. Как обычно, смоки надо просто откинуть на просвет пройти. Флит проблема в нем в том, что он не подождал своих тиммейтов, чтобы они стянули оппонента на Аплент. Решил сам пушить. И Киндер погиб. Но это все еще не означает то, что Аплент полностью открыт. Да, мы понимаем, что еще есть позиционка на шарте. Ее Алмазер выбивает. Наконец-таки включается в эту игру. Три фрага от него. И бустер вместе с кикертом оказываются у разбитого корыта. Потому что, возможно, даже стоит сейвить. По причине того, что экономика у дефенса сейчас довольно печальна. И надо идти назад. Бустер все правильно делает. It's dream time, guys. Двенадцатый раунд. Ну, это опять же, да, длина послужила успехом команде Форзе. Они сыграли два раунда. Через длину плюс зиг. Это действительно сработало. И, возможно, ВП сейчас в следующий раунд попытается выжать эту позицию, чтобы команда Форзе так свободно себя уже на этих точках не чувствовала. Двенадцать, четырнадцать. Пока у нас держится то самое преимущество, которое держалось на протяжении долгого времени. И на первой половине, да, в два раунда. Все-таки там на семь, семь команда вышла. И восемь, семь минимальное преимущество команды Virtus.pro. Ну и давайте смотреть, что по закупу будет у команды ВП. Я думаю, да раздропать. Да, у бустера семь, семьсот. Ну и также не забывайте, дорогие друзья, про 15-процентный кэшбэк от наших друзей из Приматч. Заходите на сайт pmb.gg.rmr и лутайте 15-процентный кэшбэк на все события по CSGO. Ну что, двадцать седьмой раунд. Полетели. Также снайперская винтовка защита. Четыре рафелгана. Ну и авик в атаке. И тоже четыре рафелгана. Все симметрично. Поехали. Ну и первый промах в раунде от Зорте. Ну и выход на длину от Алмаза. И все-таки, как мы видим, что команда Virtus.pro за длину особо не дерется на первых таймингах. При этом ожидаем, конечно же, включения дальше от Алмазера. Вот он включился в предыдущем раунде. Сразу все получилось. Возможно, и сейчас может помочь самому коллективу выйти на счет 13-14. Соответственно, вполне вероятно еще и 14-14. Потому что экономики у VP не будет в следующем раунде, если они проиграют этот. Пока не самый удачный молотов. Не пролетел сквозь текстуру. Но, опять же, мы видим, что VP играют очень-очень уплотненно на А-планте. При этом все много собирает информацию у нас игрок на нижней тэшке, а именно и киндер, в качестве люркера. И именно из-за этого VP могут так уплотненно стоять на А-точке. Ну и пока медленный раунд. Форзы занимает все-таки центр. Вполне вероятно, это очередной раз сплит на точку А с зигзагом и длиной. Ну и поехали кикер. Под флеш пекает 8. И видит соперник. И киндер тут уже промутился. И вот это может быть очень таким болезненным моментом для команды Форзы. Если они вдруг примут решение сейчас все через зиг ломануться, то киндер там по головам может поработать. Но киндер, походу, именно с позор-то свой найдет. Да, он видит торчащее дуло. Ну и киндер пока... Будет сейчас рофл, если Зорт успеет на него среагировать и даст... О-о-о-о! О-о-о! Ну ладно, в любом случае, Джейм там продолжает насилие. Но Форзы идут в просто ловушку. Ловушку, которая, скорее всего, захлопнется прямо на их лице. Во всем случае, лица трех игроков Форз повержены. И Флит вместе с Кенси пытаются продолжать эту атаку, но она выглядит совершенно без зуба. Их просто выломали здесь. Флит остается соло против четырех. У него нет шансов, у него нет вариантов. И ему главное не умирать после окончания времени. Потому что время заканчивается. Одна секунда. Надо было его подождать. Надо было где-нибудь тоненько сыграть. Чтобы победнее было. Одну секундочку подождать, а потом выбить уже. Тогда на этот раунд у него даже пистолета бы не было. Да, ну и без этого, на самом деле, скудная экономика у команды Форзы прямо сейчас. 4-300-го Алмазера остается. Докупает себе АК-47. Ну, в принципе, Галил, два Калаша, Диггл и Скаут имеется для Форзо. В принципе, это боеспособный такой сетап по оружиям. Но Зорта с этим Скаутом, на самом деле, накошмарил ВП сегодня уже очень и очень много раз. Ну и быстрый выход на лонг под первый респаун, под флешки. И здесь будет седьмой номер Санджи. Находить в центре дуэль. Погибает Джерри, но сам Санджи остался очень и очень битым. И плохо, что для Форзо не было быстрого рефрага. Это, на самом деле, усугубляет их положение на карте. Да, так и есть. И не очень понятно, что делать теперь Алмазеру. Либо ждать своих тиммейтов, либо пушить одному. Но это чревато. При этом всем ему нужно мутить геройский плей, кстати, на поддержание своего друга Джейм подошел. Вдвоем они здесь будут контролировать бокс. Джейм уходит обратно уже на машину, на рекламу. При этом всем у ВП. Тройное усиление ВП, плентадж. Санджи погибает. И вот теперь это открытие А точки. И, честно говоря, данная позиционка для ВП, она дает возможность только для сейва хорошего. Потому что если Джейма пробивают на ланге, а его, скорее всего, здесь пробьют, просто потому что инфа по нему уже есть, открытие хорошее. Теперь никуда не убежать. Джейм почему-то бежит не в сторону ямы. Вот теперь стоит свалить, но все-таки смог ему не помогает. Слишком уж агрессивно он сыграл. Информации по Апленту не было у него вообще. И он мог предположить, что противник уже пробежал до шарта. Потому что когда ты играешь 3б и 2 лонг, то, в общем и целом, шансы на это довольно большие имеются. Кэнси играет против своего оппонента. Попытка ретейка от Виртус Про. Он убивает Егендара на размены хорошие от бустера. И вот теперь вопрос в том, смог ли они сыграть сейчас разросленно шарта и лонга одновременно. Убивает еще и Зорты. 12 секунд есть. Диффуз-киты есть. Надо бежать. Надо нестись. Надо врубаться. Прямо на плент. Флит убивает кикерта. При этом всем бустер. Поздно, поздно пить боржоми. Зато он взорвет своего оппонента. Взорвет, взорвет. Молодец. Забесил Флита на... Слушай, а ведь действительно, но уже понимал игрок команды Форза, что он не успевал дефис, потому что начал на 3,5 секундах дефать бомбу. Вот на полторы секунды раньше, немножко я не понял этот момент, от игрока команды ВП просто сядь в этот дым и попытайся что-то задефать. Бомба, очевидно. Но как-то... Ну, там не успевал, из-за того, что довольно много в руках держал ЛВП, когда бежал... Не, он успевал, он сбегнул на 7 секунде. То есть у него еще 2 секунды было, он просто не сразу сел на деф, почему-то я вот не понял. Бывает, бывает. Не знаю. Серфил сегодня слишком мало. Надо было больше времени проводить на серф-картах. Может, где-то подлагал. 13-15. Таймаут от Форз. Они понимают, что они все еще не отпустили эту карту. В принципе, я думаю, и вы это прекрасно понимаете, да? То есть кто-то уже там... А давайте вторую, давайте следующую карту. Может быть, там еще на третью выйдем. Нет, здесь борьба до конца. 13-15. Очень хороший счет. И, в принципе, полностью достойный именно этого БО-3 противостояния. Все-таки это вам не топ-80 против топ-95. По ранкам тут хлопаться посерьезнее. И ты посмотри, что делает команда ВП сейчас. Они приняли решение не экономить деньги. Они закупаются в ноле от Джейма. Голова с плеч у Зорте. 5-4. Численный перевес на стороне команды ВП. Просто таки, откуда у них ВП вообще? Что случилось? Джейм. Джейм еще один враг находит. Вездестущий мужик. Что значит вездестущий? Он создал весь мир, если что. Тут все очень просто. Ему не надо везде существовать. Он и так везде. Он и есть везде. Так, бустер. В ожидании подмоги не дождался. Все-таки Киггерт на этой перетяжке. Погиб Кейнси. Такая халява против Джейма. На бустера вся надежда была у команды Virtus.pro. Внутри B-планта. И он подвел. Хотя, опять же, шансов у него было не так много. Мы понимаем, что два человека все равно, скорее всего, здесь разменивали. И Киндер. 1 на 2. После уничтожения Кейнси. Но при немой синфа. И флит очень четким движением. Мановением. Мувен влево. Все сделал красиво. Знаете, что прикольно? То, что вот этот форсбай, который, казалось бы, был крутой идеей. И два килла реально Джейм получил себе в самом начале с этой снайперской винтовки. Теперь приводит Virtus.pro в ситуацию, в которой у них нет денег. И этот фулл бай на последние деньги, где у тебя деглы с арморами, гарантирует хорошую возможность. Форзам забрать себе 15-15. Выйти на допы. А потом на чил. А потом на вторые на допы. И на третьи. За одни допы это не закончится точно. Да, деглы это действительно очень и очень опасно. В любом случае для команды Форзе. Поэтому, прежде всего, как мне кажется, аккуратно нужно будет занимать позиции. Прекрасно умеет читать команда Форзе. И знает, что слабая экономика у команды ВП прямо сейчас. Ну и стак 3б. Даже более того 3,5. Потому что игрок с центра придет довольно близко. Так. Ну а здесь дым на центре. Кикерт был под прицелом снайперской винтовки. Но он об этом даже не знал. Благодаря этому дыму. Но Азорт идет распикивать Зиг. Хорошая граната на центре. Да, немного она ХП снимает Кейнси и Джерри. Успели они немножко отойти от Виктора ее поражение. 4б. Это, конечно, засада. С одной стороны. С другой стороны. Если Форз просто возьмут и выйдут на Аплент, на подстейпе, то в принципе на этом раунде будет закончено. ВП будет крайне мало шансов на убивание в таком сетапе девайсов. Но это Б, друзья. Это Б и Форз идут в ловушку. Ой-ой-ой. А может сработает. Это пекло, это пекло. Полетели все. Слеплены у Виртуз Про. Очень тяжело отбиваться. И Киндер наносит смертельный урон. Еще один хэдшот уже по бомбе. Он дает инфу по бомбе. Ситуация крайне печальная для Форз. 2 на 4. Нужно тащить, что по девайсам есть. Они приостановились. Они поняли, окей, время есть. Надо разыграть. Нельзя торопиться. Сейчас нас просто примут. При этом всем. Якиндер успевает забрать Галил. Джейм уже запушил в спину. Джейм постепенно открывается. Если сейчас, кстати, он... Ну все, терпение. Терпение и труд. Все перетрут. Алмазер зашел. Погиб. Остался. Зорто. 1х4. Просто идет лицом вперед. Говорит, парни. Парни, я смогу. Фраг 1. Второго ноу-скопа может быть. Нет, не получается. No luck. Just fun. 14-16. Супер-мега счет. Вообще максимальный уровень. Ловушка была создана для команды Форзы. Они, к сожалению, не угадали, куда нужно было идти. Двойная ловушка. Ты сначала форсируешь, забираешь себя в ВП. Вот это все. Погибаешь всем составом. У вас нет денег. Противник такой изи катка. Изи лайф. Сейчас на Б зажмем. Парочку флэшек закинем. И там все умрут. Потому что у них все равно нет ничего. Кроме деглов. А ты играешь вот так вот. Справедливо. Ладно. На первой карте Форзы оказались немного слабее, чем Виртус Про. Но что более детально там было, разберет наш студий аналитики. Все-таки в этой карте немного сильнее оказались Медведи. Dead As прошел, я бы сказал, довольно ровно. Потому что сначала одна команда выбилась вперед. Потом догоняли. Потом опять какие-то камбэки. Все вот это. И, в общем, свой пик команды Виртус Про забирает с большими проблемами. Должны были быть овертаймы. Но укрепление базы Б угадали, раскусили, подловили и зажгли первую рисочку в матче на карте ДАЗ-2. Ребята, что вы скажете по поводу Виртус Про, Форзов на этой карте? Мне очень понравился матчап. Потому что обычно, ну что сказать, обычно разные команды есть. Есть варианты сказать в каких-то из матчапов. Вот как вот Олег начал. Там эти камбэчили. Это там что-то. Там это. Что-то какой-то, короче, кусок раунда взяли, там те взяли. Но не в этом матчапе. Вот почему-то очень такой матчап тир-один уровня здесь. Потому что сразу всегда важны в таких матчапах. Всегда важны конкретные раунды. Здесь была вот именно вот такая вот история. Раундов на самом деле слишком много, которые здесь могут быть важны. Поэтому можно начать с Форса. Вторая половина и на самом деле закончить, наверное, последним раундом второй же половины. То есть это у нас получается А-плент и Б-плент. Ну то есть по пленту, как бы по одному раунду, типа за плент. Форс там от команды Форс был на вот этом раунде. Зорты там сыграл. И самое важное, там именно позиционные преимущества. То есть вся игра, вот эта конкретно, не типа вот, как я обычно люблю, кстати, тоже рассказывать, не глобально по каким-то сериям раундов, типа общие какие-то вот вещи, а конкретно, собственно, по позиционному преимуществу в раундах. Я при счете 15-12 где-то полез смотреть детальную статистику и был, если честно, немножко в шоке, насколько в опенинг-дуэлях снайпер команды Форс, ну, как бы, хорош. Вот. В целом Джейм тоже, да. Ну, по факту, как бы, Форзы переигрывали по этому ключу. И было все прям достаточно неплохо. Зорты открывался, Зорты делал большую работу. Не хватало очень сильно Алмазера, конечно, и очень сильно не хватало Джерри. В команде Форз. И в целом, если бы ребята, мне кажется, вот действительно, если бы они чуточку вот как-то получилось бы у них в некоторых моментах получше сыграть, бесспорно здесь карта бы ушла в пользу команды Форз, потому что очень хорошая защита. Ну, насколько это можно говорить, потому что в целом 7 раундов, мне кажется, за защиту на Дасте 2-ом это вполне нормально. Вот видим, что, да, ребята действительно радовались, и у них все было достаточно неплохо. То есть они в какой-то момент вели, но атака просто-напросто пошла плохо. Очень просто не пошла атака, по большому счету. И вот уже ближе к концовке несколько раундов забрали, и вроде как должны были, опять же, выходить на допы. То есть шанс был, наверное, процентов 80 этот раунд выиграть против просто пистолетов. Ну и ребята, к сожалению, не смогли. Жалко, жалко. Все шансы были у Форзов. Ну вот, да, второй отдали. Ну, очень, тут я просто, как бы, честно, словами не особо связать. Вот именно, типа, короче, конкретики очень много, в важных раундах очень много конкретики. Мне очень сложно даже словами разобрать, потому что это прям надо показывать. Типа вот Форз показывать, типа последний раунд прям показывать, прям долго, типа минут 20, наверное, не знаю, минут 12 показывать конкретные позиции конкретных игроков в конкретных таймингах. Потому что эта игра, конкретно это, тир-один уровня, даст был сейчас. От обоих коллективов у нас, ну, как-то вот на РМР основной стадии мы, я не знаю, привыкли или нет, но почему-то как-то так получилось, что матчи, ну, как бы разного уровня были. То есть в некоторых матчах можно просто было сказать, эти слабее, эти сильнее, эти там, взяли серию, эти, о, проснули, взяли серию, прикольно, вот аналитика, как бы, hello, привет. Но здесь вот, ну, я не знаю, я бы тут на 35 минут сел, на самом деле, порассказывать, потому что очень интересно. И мне прям, ну, слишком много мыслей просто в голове, мне, как бы, даже не зацепиться за конкретно, потому что очень много раундов важных. Ну, конкретно по Дасту я считаю, что все-таки Мишкам повезло, потому что, не знаю, это единственный шанс, по большому счету, вот в моем понимании для команды Virtus.pro в этой VST3 серии. То есть по-прежнему, несмотря на то, что я и сказал, и очевидно, что ВП взяли карту, в моем понимании это просто две карты, следующие за фарзами и конец 2-1. Ну, то есть просто, просто случайно. Сейчас включается Алмазер, включается Джерри, и команда Virtus.pro закрывается. В моем понимании это 2-1. Вообще ничего не могу сказать, потому что из того, что по Дасту я увидел, здесь вот, как я обычно говорил, там этот там сильнее, там этот включится. Здесь вот я бы закрыл себе лицо, потому что нужно смотреть раунды на второй карте, если о второй карте говорить. Потому что вот эта вот первая карта, это надо смотреть демку типа часа полтора. Она прям очень хороша во всем. Мне типа, я говорю, мне даже не рассказать. То есть у меня мозгов не хватает конкретные раунды типа вычленить именно словесно, потому что это нужно добавлять прям и визуалы, и рисовать, прям рисовать, кто конкретно где стоит, на каких таймингах стоит. Раунды просто божественные. Некоторые просто, я смотрел, и я говорю, господи, какая красота у меня все накапает, настолько хорошо. Мы таких раундов давно не видели на CSRM, реально давно не видели. Ну, а что мы видим на второй карте, мы узнаем буквально через небольшую паузу. Соответственно, вернемся к вам. Как только команды будут готовы, а также уделим время аналитикой на Mirage, и там уже будет понятно, как наши аналитики считают, будет ли это 1.1 или все же 2.0 за командой Virtus.pro.